Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Всё, пошла работать. Добрый вечер! Это программа «Давай поженимся» и я, Лариса Бузеева. Ларис, Лариса, мы программу пишем. Да, бороться за него будут Александра из Волгограда, Анна из Ярославля и Филиппа из Москвы. Ну, давайте сначала на жениха посмотрим. Добрый вечер! Меня зовут Эль Сото. Надеюсь, что найду свою любовь. Приятного со мной, Нина. Моя подруга. Проходи, дорогой. Эль Сото. 28 лет. В отношениях возлюбленная вела с ним странную игру. Он так и не смог понять её правила и предпочёл расстаться. Эль Сото – руководитель танцевальной школы. Преподает латиноамериканские танцы, занимается боксом и баскетболом. Любит пешие прогулки и современный кинематограф. Предупреждает, что он упрямый и вспыльчивый. Эль Сото не готов встречаться с девушкой, которая посещает стриптиз-клубы и закатывает истерики по пустякам. Женится на романтичной, послушной красавице, которая не побоится стать многодетной матерью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть подарок. Спасибо. Спасибо. Ну что, Роза, теперь поняла, почему я была в таком... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я не могу работать, я не могу работать. Я сегодня работать не могу. Роза, дай ей красную розу, я прошу тебя. Да, да. А может, ей наоборот успокоиться надо, понижнее брыз. А это что-то прямо у нее это... Прямо руки дрожат, ты знаешь, как-то все нахлынуло. Нет, дело не в лесу-то. Я просто столько лет, сколько этому парню назад была на Кубе. У вас мама жива? Да, ты моя мама. Слава Богу. Я? Конечно. Счастье мое, счастье мое, сыночка. Поэтому сегодня прямо расстараюсь. Посмотри, Лариса прямо расцвела с его появлением. Да, это заметно. 28 лет, уже хочешь жениться? Может быть, да. Да? А где собираешься жить? Здесь или увезешь на Кубу? Ну, здесь. Здесь собираешься, да? Скажи, пожалуйста, у тебя был уже опыт с девушкой. Она была русская? Она русская. Из богатой семьи? Угу. И давно я работаю, да, ну, преподаваю латинский, американский танец, пою тоже, дежей. И она не хочет, чтобы я работаю. Она старше тебя была? Не-не, молодая, она молодая. Молодая? Да, 25 лет. Понимаешь, если бы ей было столько, сколько Рози, я бы поняла, почему она тебя закрыла в квартире, сняла квартиру, не пускала на работу, и только приходила к тебе с утра до вечера и работала в квартире с тобой. Я бы это поняла. Она, но молодая девушка, почему не познакомила тебя с родителями? Почему вы не жили? Не знаю, я думаю, она, не знаю. Она боится, думаю. Боялась бы? Да, может быть. Ребенова? Да, конечно. Белоснежная улыбка, погленькие бобки. Мне кажется, он будет классно целоваться. Да, я тоже так думаю. Она кормила тебя, поила, одевала. Одевать его зачем? Да, все. Кормить, поить, да, одевать не зачем. Какой ужас, какой ужас. И долго ты был в таком сексуальном рабстве? Да, почти три года. Сколько? Почти три года. Три года. Ура! Ну, судя по тому, что вы улыбаетесь, рабство не было таким уж неприятным все-таки. Ну, она тебе нравилась? Любил? Да, давно, да. Да, нравится. Ну, она иногда хорошая, но потом сумасшедшая. А чем она занималась? Она шеф кроссовки, думаю. Своей жизни я ничего не знаю. Просто она занималась квартиру у меня, арендовала квартиру, потому что давно у меня деньги нет, мало денег, мало работы, нет работы. И вот, она каждое утро приходит к дому, занимает секс, все-все дня. У меня, малыш, много денег. Кормила хорошо? Так. Тебе не стыдно, расстрительница? Не стыдно. Какая учительница? Вы считаете, что ли? Она вокруг тридцать. Кошмар, какой кошмар. А еще надо кубинских. Ну, тогда соняты, можно соняты. Эль Сота, а потом, зачем ей нужно было придумать историю с беременностью? Для чего? Потом мы приедем на Кубу. На Кубу это ужас. А-а-а, ты ее взял с собой на Кубу? Да, я думаю, что там может получше. Я покажу, что моя страна, но там ужас. С мамой познакомил? Да, мама познакомила, мама сказала, мама сказала, ну, это твоя жизнь. Но она просто смотрит, энергии мне понравились, и говорит, просто это твоя жизнь, Сота. Просто мне эта девушка для тебя не нравится. Окей, мама, я знаю, но мне понравились. Понимаешь? И мы вместе танк на Кубу два месяца. Это ужас. Ужас. А что было самое, самое плохое, самое ужасное? Мы их ругались. Из-за чего ругались? Потому что если я смотрю налево, это ругались. Если я саловат, моя подруга ругается, фото не хочет, ничего. Ревнивая, в общем, девушка. А потом она сказала тебе, что она беременная, да? Когда я сказала, ей, все, хватит, я... Устал? Устал, остановить больше не буду. Когда мы приедем на Москву, она сказала, я беременна. Я сказала, хорошо, я хочу мой ребенок, но я не хочу без того. Она, окей, хорошо, ну, ругался, как всегда, ругался. И когда мы приедем, я здесь, каждый день она звонит мне. Ну, конечно, я хочу встречать с тобой. Ну, хорошо. И когда я не отъявил телефон, она тоже самое ругалась, она сказала, нет, я... Ну, ты не, ну, плохое слово много. По-испански она разговаривает, по-русски мне разговаривает. Плохо много слова плохое. И выяснилось, что у нее живот был, как в кино, она его... Она потом, каждый день мы встречаем. Я смотрю, что больше... И больше живот, да. Подник воронос прямо вот каждый день. Как в мультфильме. А ты не знал, что на большом сроке аборты не делают? Что если уже живот большой, то аборты делать нельзя? Это после 5 месяцев. Это после... Это так, где она набили, так 5 месяцев. Но у меня есть ребенок, но у меня нет ребенка. Но у меня есть ребенок, но у меня нет. Играй со мной, понимаешь? Играла. Да. Давай пойдем вместе на Америку, и я сказал, мне... Она хотела с тобой сбежать в Америку? Да, я сказал. Она по-анману меня. Потому что она думала, что если делать все, я могу жить вместе, рядом. И так я не могу жить. Я не могу... Я не могу делать, но друзья... Я работаю, я преподаваю латинский американский танец. Я артист, понимаешь? Она не хочет, чтобы я разговариваю на друзья. Звони моя подруга, звони моя сестра. Да, и все, то так бывает. А бывает, мужчины ревнуют женщину и не хотят, чтобы она была артисткой, чтобы она не была на сцене. Так бывает. Но это я понимаю. Это чувство собственности. Хочется, чтобы он был рядом. Это я понимаю. Но это было с самого начала некрасиво. Нельзя, когда человек зависит от тебя, его использовать. Это просто ужасно. Она должна была сделать по-человечески, познакомиться с родителями, и тогда бы у вас все было. Ну, вот так тебе так попалось. Хорошо. Если ты сейчас уже решил жениться, танцы – это твое дело профессиональное. Я думаю, мы с ним хорошо бы смогли потанцевать. Тем более латиноамериканские танцы. Я про танцы, ребята. Ну, хорошо, хорошо. Теперь ты какую хочешь женщину? Обязательно, чтобы она была русская? Ну, мне все равно. Все равно? Хочешь, чтобы она была похожа на твою маму? Или, ну, вот, хочешь, чтобы она была какая? Не, просто спокойно. Хочешь спокойно? Спокойно, что все понимаю. Я артист. Я знаю, это... Это жизнь очень сложная, потому что артисты есть много фанатов. Это я понимаю, 150%. Но когда вы есть отношения, надо поверить. Я поняла, у него много фанатов. Да, он говорит про своих фанатов и фанаток. У меня столько сомнений по поводу твоей верности и по поводу того, что будут женщины тебя ревновать в следующей жизни или не будут. Но до этого я хочу посмотреть, как ты танцуешь. Хорошо. Порадуй нас. А дальше продолжим. Хорошо. Пожалуйста, проходи. Продолжение следует. Продолжение следует. Я буду это все пропускать мимо мужчины. Ты веришь, Роза? Это смерть девчонкам. Пока тебе... Ты в 90 лет будешь выходить, будешь танцевать. Это... Ну, я не представляю. Но не верю. Поэтому, мне кажется, рядом с тобой должна быть женщина. Я попробую, да. Она будет ярче, чем ты, которая будет так же прелестно двигаться, чтобы ревновал ее ты, чтобы ты уже с ума сходил. Понимаешь? Мне кажется, ты не будешь ревновать. Пусть он ревнует. Так правильно. Обычная учительница, медсестра, инженер, ну, просто жалко. Она умрет рядом с тобой. Я думаю, что тебе нужна ровня из твоего же бизнеса. Тоже артистка. Чтобы вместе, чтобы ездили на гастроли, чтобы придумали номер или там номера, чтобы она была все время рядом с тобой. Это я вижу единственный выход. А как тройняшки? Он о тройняшках мечтает. То есть, ну, как минимум трое детей. А такие люди должны клонировать. Родить, должны. И она ей будет рожать, как цирковые. Вот у тебя должна быть задача найти себе жену, которая будет как цирковая, всегда с тобой. Всегда со мной. Да. Это как охрана, да, всегда со мной. Нет, почему как охрана? И чтобы ты был ее охраной, а она твоей охраной. И чтобы вместе работали. Но ни вот такого парня нельзя одного отпуска. Да, понимаю, понимаю. Роза. Не, ну, скажем так. Я бы, вот постарше бы поняла то, о чем Лариса-то говорит. И не жадничала бы. Но тебе, конечно, надо детей. Но такая красота не должна... Спасибо. Да, да, и должно быть. И как ты правильно говоришь, такого вряд ли, возможно, где-либо, как бы, подержать, как в золотом клетке. У нас есть такая поговорка. Нельзя пускать козу в огород. Понимаешь? Ну, смешно. Пчелы против меда. И вот тут, конечно, возрастная чем была бы хорошо. Знаете, как... Да нет, возрастная-то хорошо, только он будет с молодыми зажигать. Не, ну, она это разрешает, будет, а пусть зажигают. Ну, ничего, у нее тоже своя работа есть. Пенсия капает, как говорится. Если он найдет свое, то он просто попрощается со всеми своими девицами, скажем так, и будет любить одну себя. Ваш гороскоп, коварный похититель женских сердец, говорит о том, что вам нужна женщина, близкая по крови. Мужчины с водной луной, а у вас луна в рыбах и тельцовская Венера. С одной стороны, с ластолюбивой, с другой стороны, нужна женщина, очень близкая по духу. Чаще всего воспринимаемая как родная. Конечно, такими бывают женщины своей национальности. Ну, школе вы очутились у нас в программе. Значит, нам нужна такая закамуфлированная кубинка или в душе кубинка. Но при этом она, правда, должна быть очень спокойной. Вам, девушка, очень зажигательная, фонтан страстей не нужна. И очень важно выбирать женщину не за ум в вашем случае. Потому что умная, острая на язычок, бойкая, с вами будет постоянно в какой-то схватке. И ваши первые отношения подтверждают мои слова. То есть вам нужно, чтобы женщина воплощала с собой образ не такой воительницы, которая готова с вами сцепиться, либо в танце каком-то ярком, либо в словесной баталии. А вам нужна женщина очень мягкая, очень домашняя. Я бы сказала, та, которую можно немножко отзаселить. Конечно, она с ним отработает танец, а потом быстро в квартиру или в номер, или в микроавтобус и готовить ему. Если честно, да. Готовить и раздеть. Хорошо. Я и раздену, и приготовлю, и одену. Давайте ложу. Для тебя важно, чтобы женщина умела хорошо готовить, была хорошей хозяйкой. Важно? Да, конечно, важно, конечно. А какую ты кухню любишь? Кубинскую? Да, ну, разную. Мне нравится гречка. Гречка? Да, нравится гречка. А что еще любишь? Курица, мясо, рис, всегда с рис. Потому что, видимо, есть эта культура, всегда кушать рис. Рис, бобы? Рис, ну, суп тоже. Прекрасно. Значит, будем еще искать хорошую. И я сам готовлю тоже. Конечно. А что ты готовишь? Все. Молодец. Молодец. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Эль Сота. Встречайте первую невесту. Удачи. Добрый вечер. Я надеюсь, ты выберешь и не на меня. Всегда мечтала о таком мужчине, как ты. Спасибо. Спасибо. Проходите. Александра. 25 лет. Ведущая детских праздников. Разводит домашние растения. Читает моем и ремарка. Изучает английский язык. Мечтает побывать в Риме и открыть детский лагерь в Греции. За два года отношений с возлюбленным Александра так и не научилась справляться со своей ревностью и предпочла расторгнуть отношения. Надеется, что Эль Сота она сможет доверять. Я тоже в вашем возрасте моема обожала, просто зачитывалась. Скажите, а ваш возлюбленный был такой же темпераментный красавец, как Эль Сота, что вы его ревновали к каждому столу? Нет, он был индусом, был очень темпераментным, страстным, был популярен у девушек, подрабатывал диджеем. Нет, он учился в нашем вузе, в городе Волгограде. И у вас был с ним роман? Да, был роман на протяжении двух лет. Это были очень тяжелые отношения, тяжелые в том плане, что моя ревность убивала все отношения. А он давал повод? Я часто находилась в разъездах, и поэтому мне постоянно казалось, что он мне изменяет. Ну как казалось? Вот вам может вы здесь сидите, а вам кажется. Ну, наверное, были какие-то предпосылки, наверное, были какие-то намеки, вы что-то видели? Подруги. Подруги всегда говорили, что он с кем-то находится на мероприятии, пока я работаю. В общем, надо просто было встретиться, поговорить со своим человеком, спросить у него в лоб, была измена, а не слушать мнения других. Послушайте, и подруги, они всегда рассказывают, что видели там, сям, тем более, если он был такой красавец, наверное, завидовали. Он тоже придерживался такой версии, он всегда мне говорил, не слушай своих друзей, потому что очень много врагов, которые не пожелают хорошего. Но я считаю, что все-таки он мне изменял. Вы верили друзьям, чем ему? Да, я больше верила моим друзьям. Вы ему надоели со своей ревности, поэтому он от вас ушел? Нет, бросила его я, потому что все-таки я уверена, что он мне изменял. Ревнивые люди, они в принципе ревнивые, потому что они в себе не уверены. Они не уверены в том, что они справятся с конкуренцией, поэтому они ревнут сюда, 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 сюда. Здравствуйте. Здрасте. Я хочу защитить свою подругу, вы не правы. Мы, во-первых, ее не нападаем. Я хочу сказать то, что ее парень действительно ей изменял. С вами? Нет, не со мной. А вы были держателем той самой свечки, чтобы как следует рассмотреть. Изменяет он? Просто я знаю, что мы с ней уже давно знакомы, и после каждой измены она приходила ко мне плакаться. Вы видели, как он изменяет? Или она предполагала? Каждый раз, когда она предполагала, что он изменяет, она страдала. Она приходила, плакала, и вы говорили, да, сволочь, бросай, бросай. Ей было очень плохо. Она не может, она не могла его. Как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна, хотя бы один факт измены, точно была измена или нет? Вот мне интересно, и с кем? Телефонная переписка. Расскажи про нее. Да, расскажите, а то я буду думать, что ваша подруга больная на голову. Я видела телефонную переписку в его телефоне однажды. И что там было в этой переписке? Что за текст? Там было написано, давай встретимся в такое-то время, в таком-то месте. Смотри, по телефону лазит, ревнивый. Ну, что это она, мне кажется, абсолютно не для него. А вы ему задали вопрос? Правда это или нет? Он всегда отрисывал. Когда я у него спрашивала, правда это или нет, он всегда говорил, что нет, я тебе не изменяю, я тебя люблю, ты у меня единственная, это самая лучшая. Иночка, все так говорят. А у вас есть парень? У меня, да, есть молодой человек, но... То есть вы хотели, чтобы Александра, ваша подруга, с ним рассталась, нашла себе кого-то попроще, шофера, который будет ее на рейсовом автобусе возить в институт и обратно в общежитие, да? Нет, почему? Он должен просто ее любить, ценить, уважать. Но он ее любил, он говорил, я тебя люблю. И что это все слова? Не в словах дела, а в поступках. Да, никаких поступков не было, каких? Ну, на протяжении полугода... И какие вы ждали поступки от него? На протяжении полугода он очень красиво ухаживал, дарил цветы, водил по ресторанам. Но потом, после этого, он уехал в Индию к себе домой на месяц. И после его возвращения отношение ко мне резко изменилось. Да мама вправила ему мозги, сказала, ты что, обалдел что ли? Не, ну как, мама, я понимаю! Потом, наверное, мама сказала, у тебя там русских девочек будет миллион. А может быть, у него там была просто женщина? А может быть, у него была просто невеста там? Или просто невеста, да. И правильно была, и точно была. А вы так что? А Семен ворочил? Вы что думали, что вы что вы? А че, а че, а че, а рара что ли будете? Спасибо, Инна, вы заступились. Как могли. У меня есть вопрос. Как ты думаешь о жизни с артистом? Я думаю, что это очень тяжелая жизнь на части, потому что, я думаю, огромное количество девушек любят тебя, хотят встречаться с тобой. Вы не думаете, так есть. Так есть, да. Это даже не надо думать об этом. Это такая данность. Я думаю, что если он меня полюбит, то он докажет своей любовью, что я у него единственная. Нет, он даже если вас полюбит, ваш индус тоже любил и говорил вам об этом. Вы просто умрете от ревности. Вам это зачем? Если вы хотите прожить жизнь короткую, но яркую, и умереть у него на красивой груди, то вперед, показывайте сюрприз, завоевывайте его. Выходите. Так, Сота, я хотела бы определить твою истинную мотивацию, зачем ты сюда пришел за женой, за другом или за любовницей. Выбери, пожалуйста, один из цветов, который тебе больше всего нравится. Красный. Давай откроем эту коробочку. Но красный цвет, я сразу могу сказать, что ты пришел сюда не за женой, ты пришел сюда за любовницей. Ты очень страстный, очень темпераментный мужчина. Посмотрим, что лежит внутри. Внутри ты видишь такого тигра, это тебе. А вот такой розенький. Оранжевый тигренок. А если бы он выбрал серую коробочку, покажите, что в остальных. И что бы это значило. В синей коробочке у нас вот такой дельфин. Тогда мы могли бы сказать, что Сота пришел сюда за женой, потому что синий цвет, это цвет доброжелательности. Такой отвратительный темно-синий. А вот в отвратительный серым, что там лежит? Вдруг. По поводу темно-синего как-то цвета доброжелательности я слышу в первый раз. Ну ладно, повтори. А что это? А это слон. Тогда бы обозначало, что Сота ищет себе друга. И поэтому он пришел на программу «Давай поженимся». Да. Спасибо, Александр. Проходите в комнату, мы будем вас обсуждать. Есть он, да? Да, у нас есть он. Ты молодец. Да я так волновалась. До сих пор волнуюсь. Мне кажется, что девушке, конечно, будет очень сложно с Сота, потому что в первую очередь нужно доверять такому человеку. Я его хорошо знаю, я знаю, как он действительно чувствует внутри, переживает все, что он делает. И если доверять на сто процентов, то можно как-то смириться с тем, что ему постоянно пишут, звонят. Но девушка, она хоть и видно, что умная, может быть, начитанная, но все равно вот те эмоции, которые она хочет... Послушайте, женщина должна быть, может быть, не так умная, но она должна быть ироничной, уверенной в себе, уверенной в себе. Да. А в Александре не прочувствовалось ни иронии, ни самоиронии, да, не чувство юмора. Она просто зациклена, вот ей нужен мужчина темпераментный, красивый. Он такой страстный, эмоциональный. Я хотела бы, чтобы он меня выбрал. Как тебе его губки? А губы очень красивые, да. Вам нужна своя, понимаете, чтобы вас понимала. А это, что это? А сама по себе, Александр, хорошая. Сама по себе. Она хорошая, она хорошая. Если, не знаю, может, когда девушки, как фанатки, но отпадут смс, и она покажет смс. Она будет лазить у вас в телефоне, она будет все проверять. Да, это мы думаем. Да, Рост, согласна? Да, до того, чтобы лазить к нему в телефон, да, дайте, еще надо. Я что-то рассуждаю. Она вполне может побороть свою ревность. И я хочу сказать, Александре, нет ни единого показателя в вашем гороскопе, который подтверждал бы, что вам нужно искать себе мужа иностранца. Молодец, спасибо, что сказала. Это объективно так. Бывают у женщин показатели, которые связаны с девятым домом, ну, определенные знаки есть одним словом, которые подсказывают, что да, хорошо было бы обратиться в брачное агентство куда-нибудь там в Европе или в Азии. Здесь нет ни одного показателя. Просто она любит мужчин ярких, темпераментных и таких жизнелюбивых, энергичных. Такие люди есть, например, на юге России. Краснодар, Ростов, пожалуйста. А может быть, она и права, нужно поехать на юг страны, работать там и найти себе страстного мужчину. Давай поженимся теперь ваше мобильно. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Эль Сотов». Встречайте второй невесты. Привет, Эль Сотов. Меня зовут Анна. Я очень рада с тобой познакомиться. У тебя шикарная улыбка. Спасибо. Спасибо. Мило. Проходите. Спасибо. Анна. 25 лет. Экономист в типографии. Занимается латиноамериканскими танцами, шьет одежду, путешествует по Европе, читает детективы Агаты Кристи. Признается, что она максималистка и спорщица. Возлюбленный сделал Анне предложение, но позже признался, что она недостаточно хороша для него. Надеется, что для Эль Сота она станет самой лучшей. Анна, а где вы с вашим мужем познакомились? Мы познакомились в интернете с ним, на сайте знакомств. Встретились и сразу же просто буквально у нас такая страсть, влюбленность. Мы уже не расставались с ним, все было замечательно. Но были минусы, конечно, как всегда. Бывает, не бывает все хорошо. Он был слишком... Такой у него характер вот тиранического склада. То есть он меня пытался постоянно как-то ограничить, вот мою свободу, меня как-то сломать, заставить делать по его. Все время считал, что есть мнение его и неправильное. Он занимался бизнесом? Да, он был бизнесмен. Муж у него, конечно, это вообще... Встретились и сразу же просто... Хоть стой, хоть падай. Мы сначала с ним жили в моем родном городе достаточно долго. То есть мы около года жили вместе, потом мы поехали в Иваново, и там он меня в ресторан позвал на годовщину и сделал предложение. Сделал предложение? Да, то есть с кольцом, все было замечательно, была очень рада. Думаю, ну эти все минусы, я, конечно, думаю, это все я исправлю наивно, и я полагала, что он изменится. Вот, но, конечно, он не изменился. То есть вам ни в гости нельзя было сходить, ни с подругами? Да, то есть он... Ладно то, что он ограничил вообще не с мужчинами, друзьями, я понимаю все. Конечно, у меня есть молодой человек, но подружки, он даже к подружку меня не отпускал. Да вообще не жизнь, а ужас. Просто. А старше вас был? На год старше. То есть, по сути, мы ровесники, но было такое ощущение, что он на 10 лет старше, то есть он был очень серьезный, такой бизнесмен. Мне сразу, мне всегда нравились мужчины постарше, на самом деле, они производят впечатление надежных таких людей. И я думала, что вот он такой прям правильный, хороший, но... А чем же вы занимались, когда вы оставались дома? Ну, сначала я училась, то есть год еще мне осталось учиться, когда мы с ним познакомились, это был пятый курс университета. А потом я, он мне работать не дал, он говорит, зачем тебе работать, у нас все есть. И я, ну так, спортом в зал ходил, он с собой. То есть тихо протухали дома? То есть, нет, ну, спортом в зал, если он разрешал вам учиться, то это не совсем протухание. Нет, ну просто кроме спортзала ничего, никаких новых контактов, которые дают работу. А он как объяснял, что с подругами нельзя встретиться? Он считал, что они плохо на меня влияют, что они все меня недостойны. Может быть, правда плохо влияли? Многие мужчины так думают. Ну, я думаю, нет, потому что, во-первых, у меня друзья, на самом деле подруги, у меня три их лучшие с детства, с первого класса. То есть, если я не дружусь... А потом вы решили, что во всем виноват его гороскопический знак, да? Да, потому что я, вот Василиса, кстати, к вам по вашей теме хотела сказать, что, правда, я раньше не верила в гороскопы, но потом я вот убедилась лично на своем примере, я вот водолей, он рак, то есть мы вообще с ним разные люди, я такой живой человек. Я хочу вам сказать, что то, что вы называете водолей и рак, это к гороскопу не имеет отношения. Я водолей, а сын у меня рак, и что теперь? Ну, у вас, скажем, тоже прямо не всегда бывает полное понимание. Нет, ну, конечно! Но дело не в этом. На самом деле, мальчики с девочками, во-первых, живут по другим показателям. Тут положение Венеры и Марса в гороскопе важнее, иногда лунный. Но дело не в этом. У вас гороскоп действительно человека, который столкнулся с деспотом и тираном. Я могу это подтвердить со своей стороны. Правда? Да, правда. То есть, наверное, любой мужчина хотел бы свою принцессу посадить в башню, никого не допускать к ней. Но вам попался ревнивец и тиран. Анечка, а расставались тяжело? Да, на самом деле очень тяжело, потому что я очень привыкаю. Нет, он не отпускал? Да, он не отпускал. Он говорил, ну, он не понимал, почему я вдруг ухожу. А я... Дело даже не в том уже, что он там тиран. Я уже привыкла к этому где-то, он может даже стал помягче, но развития не было. Она выглядит как жертва. Вообще, изначально. Неудивительно, что он был с таким мужчиной. Жертва с Романа. Первая девушка, значит, тиран, вторая девушка жертва. А вы хорошая хозяйка? Мама научила всему? Да, я хорошо готовлю. А если понадобится, или вы решите сопровождать на гастролях, в поездках своего мужа? А почему много, между прочим, профессий, которые... Вы чем занимаетесь? Что связывает? Мы как раз работаем вместе, я помогаю тоже. И продюсер. А что, вы можете Нину подвинуть и стать продюсером, костюмером, гримером? Да, я бы с удовольствием подвинула. То есть вы бы оставили свою работу и занялись бы делами Эльцета. Молодец. Вот о чем я говорила. Вот такая девушка нужна, которая будет рядом с вами. Может быть, не на сцене, но она будет с вами. Предыдущая героиня ему тоже не понравилась, но он смотрел на нее по-другому. Какая-то тень уважения была. А на нее он смотрит, она глупая. Вам нужно переодеться? Да. Проходите. Эльцета, а ты сам как думаешь, вот если будет рядом с тобой прекрасная женщина, которую ты полюбишь, ты сможешь ей не изменять? Вот честно, пока никого здесь нет. Честно, 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 нет. Будешь изменять? Да, нет. Что? Он хотел сказать «да». Это довольно-таки фейт. Прекрасно. Он говорит «да». Я навару поменял. Я... 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 Вы... Вы... Понял. Я все... Он сказал «нет», а потом сказал «да». Эльцета, внимание, давайте смотреть на сюрприз. Аплодисменты. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 очень круто понравилось не могут вместе танцевать не могут знаешь как есть вот люди безголоса пить им нравится да мы еще не видели как он танцует на месте да вот именно зато у нас задором с энергией хорошая да хорошая веселуха явно что-то ей нравится она красивая и хорошая энергия девушка готова к тому чтобы тебе помогать она видит что ты талантливый и у нее есть такая возможность заняться твоими делами это тоже неплохо понимаешь ты сам по себе яркий и достаточно она будет рожать детей будет рядом с тобой будет детей учить любить тебя предлагаю познакомиться с третьей невесты привет меня зовут филиппа рада тебя видеть спасибо большое филиппа 28 лет певица в шоу проекте оригинального жанра ездит дикарем в экзотические страны занимается тайским боксом изучает иностранные языки читает книги по психологии мечтает о большом доме на островах возлюбленный хотел чтобы она стала точной копией его мамы но это не входило в плану филиппа надеется что льсота полюбит ее за индивидуальность здравствуйте здравствуйте а у вас какие корни вы не кубинка нет я не кубинка у меня отец африканец мама наполовину немка на четверть полячка на четверть русская в общем вы родились в россии я родилась в россии да и родилась в москве ну такая чисто наверное русская душа у меня у вас был молодой человек который вы характеризовали как маменькин сынок ну не совсем так я его характеризовала он был интересный красивый успешные мужчины есть а вот но дороги наши просто не сошлись просто в принципе все было здорово все было замечательно все было очень красиво у нас была красивая love story то есть он ухаживал составлял какие-то букеты там лимузины были лошади и вообще в принципе подарки одевал вас да куколку наряжал очень любил он покупать одежду в принципе там какие-то вот украшения и бижутерию там неважно однажды дарит вам вдруг заколку ну заколку как бы подарил замечательно отлично да очень красивая я как-то не обратила такого в плане того что я не сакцентировал на этом внимание подарил красивую заколку и любил очень когда я закалываю такую прическу делаю такую бебетту здесь такой локом и вот эту вот брошку в голову вот ну то есть не брошку а заколку вот выглядел очень красиво и любил он очень эту прическу меня я тоже любил эту прическу потому что она мне шла в принципе вот он попросил вас сделать эту прическу воткнуть заколку и пригласил на обед с мамой да мы договорились со встречи с его родителями приехали в ресторан вот значит мы приехали чуть попозже приехали сели за стол вот ну то есть соответственно сидят родители мы подходим и я смотрю у меня глаза просто на пол восьмого почему сидит мама на пол восьмого это значит да это значит хорошо я объясню вот с такими огромными широко раскрытыми глазами смотрю я на маму почему потому что мама одета полностью абсолютно полностью в такую же одежду как мой молодой человек покупал мне то есть это такие же вот ботильончики такой же платьице вот пальтишко вот такое же да то есть не то чтобы там то есть не заморачивался в двух экземплярах любимым женщинам причем кого больше всех люблю на свете жену и маму магазинах называется объемная скидка когда две покупаешь любимым женщинам одинаковую одежду и вы смотрите что когда он успевал это делать потому что мы-то вдвоем приходим мы же не берем а это дорогая комплект для мамы возьмем тоже самое нет такого не было то есть когда он успевал там покупать я не знаю а вот на вас увидит и думает мамки любимой тоже куплен все по два по два да мне пожалуйста 2 разноцвязаны может быть он хотел ее умастить и сделать так чтобы вы были максимально похожи на маму чтобы она сразу сказала женись сынок она хорошая она похожа на меня возможно но я не хочу чтобы меня делали под кого-то и переделывали для того чтобы я понравилась я такая какая я есть вы не увидели нет пока вы не увидели маму вас же все устраивало и в этой одежде и в прическе да меня все устраивало но опять же вот я пришла мы сели каков был взгляд его мама она вот так сидит но не за маму выходить но не за маму выходить а как хотелось вы знаете если она будет такой активное участие принимать во всем я так поняла что мама на него сильно влиял то есть он в принципе был зависим от своей мамы вот вряд ли бы он как-то мог отделиться принципе вообще как-то от своей мамы а вы хотели чтобы он отделился ну конечно хочется чтобы мужчина был самостоятельной единицей а вот сейчас очень интересно зависит ли он от своей мамы я хочу сказать что 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 меня испугало я пришла я посмотрел я пообщалась я не выговаривал ничего я человек адекватный мне интересно посмотреть и послушать какую семью я попала я увидела что папа вот так весь сжался грибу грибочек такой сидит и папа в принципе как будто в этой семье нет мама с сыном общаются достаточно странно и она меня почти как будто бы не замечала она была довольна что он из меня сделал ее копию что я вот я сижу такая и вот вот с этой вот бебеттой с этим локоном и брошью пойти заколочкой и вся такая мама номер два но вот это мама номер один а ты так вот клон копия знаете вся вот эта атмосфера мне не понравилась я не хочу чтобы у меня какая-то конкуренция возникал с мамой я в принципе не собираюсь конкурировать мама есть мама это первая женщина для мужчины это понятно вот но быть чьей-то точной копии чтобы вот угодить маме переодеть филиппу так чтобы вот маме понравилось нет у нее же тоже свой характер есть тем более раз он такая активная там да да с танцами с песнями для меня это не кажется уважительной причиной для того чтобы с своим парнем расстаться и как мне может быть эгоизм ларис ну как это я это я вот это солнце и светить а в будущем придется столкнуться с таким количеством странности и ненормальности в поведении свекрови вообще или с тем что вам покажется странным что поверьте мне это будет самой малой скажи пожалуйста женщина которая придет в твою семью она должна с уважением отнестись к твоей маме спасибо я знаю что вам нужно переодеться для сюрприза да а вопросы задать нельзя можно нужно даже хорошо мне же тоже интересно они все таки пожалуйста такой вопрос а вот у тебя на двух руках кольца да причем на пальцах на на каких-то безымянных да вот мне интересно что они что-то обозначают у меня не жена потому что что меня не жена нет жены да просто красивые золотые взрослые просто вот так не жена богат скажи пожалуйста сота вот то что ты любишь золото это связано с твоей профессией и что это значит вас да но золото это король металлов а солнце это самая главная точка гороскопа золото это солнечная энергетика это то что дает человеку здоровье это то что позволяет производить хорошее впечатление на окружающих ярко спасибо проходите переодевайтесь конфетку я думаю сюрприз поднимет ему настроение это точно да мне кажется ты прав он увидел как параллели да и и погрустнел да а а а а а Продолжение следует... 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 Но мне кажется, с вами это будет некомфортно Не знаю, я не согласна с этим высказыванием В плане того, что про маму и про все это Меня смущает, что они считают это нормальным Я бы еще другую картинку нарисовала Вот представьте, семья это поездка в автомобиле Мужчина это водитель, женщина, жена это пассажир Водитель думает, пассажир чувствует А если сели два водителя, только авария будет Никуда вы не доедете, вот правильно, как Лариса говорит Будете, еще машину гробите на пару Я вообще протестую против всего, что здесь услышала Ей 28 лет, эта история с ней была всего-навсего год назад И все основное осталось за кадром Потому что соединение Венеры с Меркурием в квадрате к Нептуну Говорит, что ее личная жизнь до 27 лет должна была быть, но вполне себе бурной Я думаю, что там были и страсти, и расставания, и ревности тоже было место И, конечно, заколка и мама, это действительно самое маленькое из того интересного, что с ней могло случиться Просто ей почему-то захотелось рассказать эту действительно немножко кинематографичную историю Просто ей почему-то не захотелось рассказать, что действительно происходит Потому что там были подарки, драгоценности, ухаживания А до этого в день не было Может быть, просто это последнее, и может быть, потому что характерное А может быть, она просто жадная Когда он дарил ей, ей нравилось А то, что маме, уже, значит, а маме еще нафига такое же Нет, Вась? Нет, я думаю, что речь не про жадность Просто почему-то захотелось нас в свою комнату не пускать, а только так, чуть-чуть приоткрыть дверь Через несколько минут мы узнаем, в чью дверь постучится Эльфсота Оставайтесь с нами Друзья мои, настал самый прекрасный момент в программе Выбор, кого вы не насоветуете своему другу? Все девушки показали себя, наверное, частично И так сложно сразу сделать вывод Но мне показалось, что первые две, они еще молоденькие совсем А ему нужно все-таки что-то более серьезное К этому в описании больше подошла Филиппа Но с ее характером Она не сможет им гордиться, как вот прям своим мужчиной, мне кажется Ой, ну скажите про его характер Вы же меня не знаете, у меня хороший характер Правда, я упрямая А как тебе, девушки? Все девушки красивые Всех Первые, вторые, они молодые Почему? По 25 лет, а тебе всего 25 лет? Просто, что мне больше нравится, мне нравится девушке интересная Больше интересная девушка, которая Будучи, посмотрим на будущее, понимаешь? Мне просто здесь и все, больше нет Ты первый жених, который хочет не молодую, а взрослую женщину Первый жених Обычно хотят, чтобы им было по 18 Но мне серьезно интересна, серьезно, очень серьезная девушка А взрослая на сколько? Серьезная Ну больше, да, может, чуть-чуть побольше вторая, но просто Может быть она 25 лет, но она серьезно, она интересная девушка Я думаю, что Анна вторая просто очень хотела тебе понравиться Поэтому показалась тебе несерьезно Она готова выйти замуж Готова, да, готова Вот уже активно советую Что, что готова выйти замуж, это у нее на лбу написано Готова Просто замуж, вот сейчас Эль Сота, ты простой парень Ты просто хорошо танцуешь, и ты красавец И Анна простая девчонка, многому научена Не пожалеешь Вот сейчас, если еще по звездам, Василиса Я тоже считаю, что астрологически вам в идеале подошла бы женщина-смесь Анны и Филиппы Но смеси не бывает Нам приходится выбирать либо меньший зол, либо по максимуму достоинств Я считаю, что Анна, как представитель воздушной стихии Какое счастье Вам больше подошла бы У тебя есть несколько шагов, которые отделяют тебя от невест и от комнаты, где тебя никто не ждет Проходи, мы в любом случае тебя поддержим Большое Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Нина, 26 лет, номер 3403 Совладелец кафе, по образованию юрист Увлекается с удовольствием, кулинарией, вышиванием и фитнесом Ценит семейные традиции и домашний уют Предупреждает, что ее не заинтересует ухажер с детьми Выйдет замуж за целеустремленного и заботливого мужчину Который оценит ее целомудренность Эдуард, 28 лет, номер 3404 Окончил институт иностранных языков Работает в компании по благоустройству иностранных граждан Играет в футбол и бильярд Считает, что чувство юмора показатель тонкого ума Ищет веселую и обаятельную девушку невысокого роста Мы не знаем, выйдет Эль Сота один или с избранницей Я приглашаю всех Выходите, давайте его поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет Я очень рада, что у вас не думаешь Я тоже очень рада У нас есть пара Эль Сота и Анна Если вы одинокий, заполняйте анкеты на сайте Первого канала Если вам понравилось что-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс серии героя на номер 4151 А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожениться Удачи У меня были любовники, клиенты, которые мне платили деньги Что сидишь как красная девица, прям святая, правда Не хватает только нибын головой Для меня был шок, что я так живу 10 лет каждый день Материальные ценности как-то для меня были всегда на втором плане Когда у мужика Николая не пора, он все время говорит про духовность, про какую-то 20 лет у меня было в проблеме, это игровая зависимость и алкогольная А где гарантии, что вам со мной не станет скучно?